Приветствую зрителей канала Russian Let's Play, с вами Анидзука! Многие из вас знают, что мы прошли на канале такую великолепную игрушку для PlayStation 4, как Ratchet & Clank. Проходили мы её в прямых трансляциях на нашем лайв-канале, но если что, ссылка на плейлист, несмотря на прохождение, есть в описании этого видео. Вот, так вот, я хотел с вами поделиться некоторыми вещами, которые открылись у нас после прохождения. Итак, после прохождения игры я ещё дополнительно собрал все золотые болты. И что нам это даёт? Сейчас я вам покажу, что нам это даёт. Есть такой раздел, который называется «Дополнительно». И здесь у нас открываются вот за... видите, показано, что 28 болтов все собраны. И из-за этого у нас открываются галереи, внешний вид и читы. Ну, галерея, понятно, тут всякие картиночки, там, персонажи, оружие, декорации. Вот, как Ratchet & Clank выглядел в 2002 году, да? Вот, но это не очень важно. Мне хотелось показать вам именно внешний вид. У нас вот различные фильтры появились. Есть фильтр изображения, например, да, там, экшен, стиль болтов. То есть, это можно менять, чтобы у нас не болты попадали из ящиков, а разные, например, металлические деньги, да? Вот много чего, видите, умирительные торы, редкие минералы, сферические сферы. Вот. А еще у нас есть маски. То есть, вот, смотрите, тут сколько видов масок. Давайте я вам первую покажу, сейчас одену. Раскраска для брони также есть. У нас сейчас галактический Реджер, вот пускай будет огненный вихрь. И также есть раскраска для корабля. Три вида раскраски. Вот Hot Rod возьмем, давайте, например. Можно даже скрыть элементы интерфейса. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот, смотрите, какой у нас получился Реджет с маской, да? Другого персонажа. И вот так выглядит корабль. Ну, сейчас у нас, правда, стоит фильтр, этот экшен, он, да, не очень красиво. Давайте посмотрим, как болты выглядят. Видите, монетки теперь вместо болтов. Давайте я вам покажу все костюмы. Ну, фильтры, я думаю, не очень интересно смотреть. Тут просто будет черно-белый, там всякие и прочие. Мы вернемся лучше к стандартному фильтру и нормально посмотрим все костюмы, все маски, которые есть у Реджета. Значит, так. Значит, вот, видите, тут 70-е годы, обесцвеченный. Кросс-процессинг, старомодный вид, серебро сепи. Ну, в общем, в принципе, это фильтр, ничего особенного, да? Вот, но можем сменить, значит, маску. Это у нас был Виктор фон Ион. А теперь у нас будет Кварк-бот. Так, и костюм сменим на хром-тостичный вид. Так. И корабль, рассказу корабля сменим. Анодирование покрытия. Так, ну вот, смотрите, типа, ну, это маска этого Кварка, по сути, да? То есть, тут в игре присутствуют боты, которые там заменяют Кварка, скажем так. Они задания какие-то там дают, там испытания разные. Так, ну и вот корабль, да, как выглядит, тоже, смотрите. Здесь такой вот хромированный. И костюм у Речи-то тоже, видите, какой? Тоже хромированный, как и корабль сам, да? То есть, этот костюм в стиле корабля свал сейчас получается у нас. Так, ну давайте дальше, не будем стоять на месте. Давайте смотреть дальше, внешний вид. Так, кривозуб. Так. Зеленый Кварк. Кстати, это больше подходит уже к той маске, которую мы сейчас одеваем. Ну ладно. Так, ну и последний, черный ниндзя у корабля. Ну вот, смотрите. Кривозуб. Короче. И вот такой вот стильный корабль стал у нас, да, черный. Так, ну осталось нам... А так, кстати, вот, видите, теперь кольца мы собираем, как у Соника, например. Но я вам все виды монет, наверное, не смогу показать. То есть, вот это вот, потому что у нас тут мало что есть рядом разбивать. Но давайте сейчас будем смотреть. В общем, корабль мы посмотрели. Давайте теперь на масках сконцентрируемся. Так. Внешний вид. Тираннозавр. Так. А, тут уже костюмы, видите, особо костюмов-то нет, как бы мало костюмов-то. Так, стоп, подождите, подождите. И давайте еще стиль болтов. Редкие минералы. Там есть кое-что, что можно разбить еще, да, у нас. Ну вот, смотрите, такой вот тираннозавр. Конечно же, если он будет разговаривать, то это просто маска одет, то есть он мимики не будет. Так, ну давайте здесь вот разобьем кусочек. Вот, какие-то минералы, видите, выпадают. И вот так можно всю игру проходить, в принципе. Единственное, что в некоторых кат-сценах персонаж будет прямо в этой маске. Но в игре присутствуют еще пререндеренные кат-сцены, которые совпадают с теми, что в мультфильме. И там уже маски не будет. Так, ну давайте сменим еще, посмотрим. Еще какие масочки у нас есть. Нефариус. Так, стоп, и еще. Так, 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 стиль болтов, еще асферические сферы. Нефариус. Прикольный, да, чувак? Прикольный такой. Вот еще, как видите, сферические сферы это называется. Ну все, мы вроде все виды болтов посмотрели. Так, ну и что у нас еще там осталось? Так. Дэн Джонсон. Я, честно говоря, не знаю, кто это. Возможно, кто-то из разработчиков игры. Ребят, кто такой Дэн Джонсон? Дэн Джонсон, пишите в комментариях, кто знает. Я, честно говоря, не в курсе, кто это. В игре мы такого персонажа точно не встречали, так что я думаю, это кто-то все-таки, наверное. Из разработчиков, может, себя засунул. Врать не буду, да? Так, ну и давайте тогда соберем сейчас еще. Давайте полный вид этого кварка сделаем. Значит так, кварк и бот. И костюм. Зеленый кварк. И вот что получается. Даже вот можно, смотрите, например, мы можем сесть, вернуться на корабль и прямо мы вот... Сейчас увидите, как это все будет выглядеть. Прямо все вот. Прямо в этом костюме все как надо. Так, и куда мы направимся? Навигатор говорит, что на планете Баталии нас ждет некое важное сообщение. Давайте обратно на Гаспар. Опа, видите, он как бы прям выпрыгнул. Все, прямо вот в этой маске. Так что вот такие вот дела, ребята. Это были все костюмы в игре Рэчтэн Клан. Напоминаю, чтобы их открыть, нужно собрать все золотые болты. Если захотите увидеть еще что-нибудь интересное по этой игре, то ставьте лайк. Например, я могу записать видео, где покажу вам все виды оружия, которые я открыл. Ну, точнее, все виды оружия, которые я открыл, они и есть все виды оружия в этой игре. То есть полное снаряжение у нас уже есть. Так что, если захотите увидеть видос по всем видам оружия, то пишите в комментариях, ставьте лайк, не забывайте. Ну, на этом у меня все. С вами был Раштанин Зука. До новых встреч!